Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке АО «Коммерческий банк Хлынов». Финансовые, государственные, муниципальные услуги, окна МФЦ. Один банк – все услуги для бизнеса. Он надёжный, на него можно положиться. Доверяю ему, как проверенному деловому партнёру. Он помог мне встать на ноги. С ним я сделала свой бизнес успешным. Банк Хлынов. Банк Хлынов. Мой надёжный бизнес-партнёр. Подробности в офисах банка на сайте банк-декислынов.рф. Коммерческий банк Хлынов. Акционерное общество. Лицензис ОПРФ номер 254. Всем здравствуйте. Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Дельна, Владимир Сметанин. Ой, как ты, Света, звучишь. Я слышу тебя в новых наушниках. И как. Обновка. Вот пока непривычно. Надо, видимо, какое-то время, чтобы прошло, чтобы привыкнуть к новым наушникам. Ну вот такие новости, да, Владимир Сметанин. Ну ладно. 21 июня, сегодня вторник. Естественно, будет сегодня викторина «История создания» в 12.30. А не буду сегодня я в начале разворота приоткрывать эту тайну. Слушатели, ну там все как обычно. 211-101. Звоните к нам. Володя загадывает историческую загадку. Вы даете правильный ответ и забираете от нас прекрасный приз. Перед викториной во втором части мы поговорим о тем, чем живет наш киберспорт. Дело в том, что тут в ближайшие выходные будет проходить турнир престижный по киберспорту. Ну, к тому же еще совсем недавно киберспорт официально был признан в России видом спорта. Вот что это значит для жителей нашего города, которые увлекаются этим делом. Поговорим во втором части. Все-таки у нас еще существуют ассоциации компьютерных игр Кировской области. Такая серьезная вещь. Но это все во втором части. А первый час мы посвятим уже не в первый раз обсуждению общественного контроля. Тема общественного контроля за ремонтом дорог. И у нас в студии Андрей Усенко руководитель региональной группы общественного контроля за ремонтом дорожного покрытия. Вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Добрый день, Андрей Леонидович. Да, добрый день, коллеги. Слушатели, заходите к нам на сайт. Там мы вас спрашиваем, это по нашей сегодняшней теме, быть общественным контролером. Что вам мешает? Отсутствие времени, отсутствие желания, отсутствие веры в успешность контроля и непонимание сути этой деятельности? На самом деле, задумывая этот опрос, я не только не сосредотачивался на теме общественного контроля именно в дорожной сфере, вообще любой общественный контроль. Опрос как раз ориентирован на тех, кто еще не включился в этот процесс. Отсутствие времени, отсутствие желания, отсутствие веры в успешность этого предприятия и непонимание сути этой деятельности. Вот если подводить какие-то промежуточные итоги, то на странице ВКонтакте как раз большинство голосует за то, что не понимают, в чем же суть доделан, 35%. Но у нас на сайте 34% людей не верят в это, в успешность. Да, вот Андрей Леонидович сейчас к нам пришел. Мы буквально только узнали, что состоялся пресс-тур именно сегодня. Журналистов в том числе пригласили для того, чтобы проехаться по проблемным участкам Кировских дорог, где, собственно, идет сейчас ремонт. Да, такой неожиданный и спонтанный, как нам показалось, пресс-тур был организован буквально накануне, а его проведение было объявлено. А кем организованы? Мы администрации города, причем, что удивительно, собственно говоря, нашу региональную группу общественного контроля, которая наиболее системно этим вопросом занимается, никто на этот пресс-тур и не пригласил. Не пригласили? Да, хотя пресс-тур, собственно говоря, был заявлен как раз как общественный контроль за ремонтом дорог, нас никто не пригласил, но мы люди не гордые, что называется, при этом информированные. Мы из СМИ об этом узнали, и, в общем, не я, но наши представители, наши члены рабочей группы региональной участия в этом пресс-туре приняли. И что там происходило? Был продемонстрирован один из отремонтированных участков дороги. Где? Напротив городской администрации, по улице Карла Маркса. Так далеко не выходя из здания администрации? Да. Ну, по ощущениям, я, к сожалению, еще раз повторюсь, не имел возможности принять участие, но вот с коллегами мы сейчас обменялись такими впечатлениями, ну, в общем, образцово-показательное мероприятие с вырубкой асфальта, но даже к этой вырубке у нас есть вопросы, мы пока их там еще не считаем недостатками, мы пока разбираемся, да, но там погрузившись, собственно говоря, там в технологии ремонта дорог, у нас есть определенные вопросы, на которые сразу нам, ну, полноценно ответить не смогли, по крайней мере. Ну, в общем, мы, я буквально в воскресенье вечером поздно выезжал на как раз планируемые участки дорог к ремонту, это была как раз там укладка верхнего слоя по Карла Маркса и выравнивающие условия по профсоюзной. Ну, в общем, мы понимаем, что Карла Маркса сделают как надо. То есть речь идет о капитальном? Нет, это не капитальный ремонт, это просто ремонт дороги. Снимают старый асфальт? Да, происходит фрезерование, заливка битумом, укладка выравнивающего слоя, укладка верхнего слоя асфальта. Мы понимаем, что, собственно говоря, эти участки дорог сделают, в общем, достаточно качественно, это там центральная улица нашего города, но мне кажется, что с точки зрения там именно общественного контроля, администрация города могла бы выбрать и другой объект, другой участок дороги. У нас есть ряд вопросов не к улице Карла Маркса, а к другим направлениям. Ну, сейчас это мероприятие прошло, насколько я знаю, оно уже закончилось, ребята разъехались. Хотя, с точки зрения, опять же, общественного контроля, мне кажется, там достаточно странно было сформулировано, потому что, собственно говоря, в рамках пресс-тура неким представителем общественности, осуществляющим контроль, был заявлен депутат городской думы. Господин Камышев, мы уже, как я сказал, мы, во-первых, не получили информации даже о проводимом мероприятии, сами, собственно говоря, там заявились на участие в нем, поприсутствовали. Но вот насколько депутаты городу мы являются там общественными инспекторами, я напомню, что мы действуем в рамках закона Российской Федерации об основах общественного контроля. В общем, у нас, господин Камышев, таковым не числится, в состав рабочей группы не входит. Ну и, в общем, странно, что администрация города, собственно говоря, там ту структуру, которая непосредственно этим занимается, и, в общем, всем известно об этом, на данное мероприятие не пригласила. В чем причина-то этого игнорирования, на ваш взгляд, городской администрации, вашей рабочей группы, ваших коллег? Ну, не могу сказать за городскую администрацию, какова причина этого решения. Еще раз повторюсь, мне кажется, что о нашей деятельности, в общем, достаточно широко известно, и сказать, что администрация о нас не знает нельзя, потому что, собственно говоря, и глава администрации, и глава города знают о работе рабочей группы, и представители администрации принимают участие в наших заседаниях. И у нас, знаете, такое, что называется, смешанное чувство. С одной стороны, мы видим некое и чувствуем некое взаимодействие с городской администрацией. Нам сообщают о планируемых к ремонту участков дорог ежедневно. Мы определяемся, кто будет выезжать на эти участки. Но вот, знаете, как-то так частично это происходит. То есть о каких-то работах мы узнаем самостоятельно, вот об этом пресс-туре мы узнаем самостоятельно. Мы, к сожалению, столкнулись с нежеланием сотрудничать, взаимодействовать с нами со стороны города Ормозстроя. Мы получили официальный ответ на наше обращение к ним о том, что они являются, собственно говоря, коммерческой организацией, и раскрывать какую-либо информацию и направлять в наш адрес не желают. ГДМС – это основной подрядчик? Да, ГДМС – это основной подрядчик по ремонтным работам в городе. И, собственно говоря, учитывая то, что учредителем ГДМС является администрация города, а ситуация с общественным контролем была согласована и с правительством области, и с администрацией города, и о деятельности рабочей группы всем известно. Но такая позиция ГДМС у нас тоже вызывает вопросы. Мы будем этим заниматься. Потому что, с одной стороны, мы понимаем коммерческий характер их деятельности, но, с другой стороны, они осуществляют деятельность в интересах всех горожан. И в этом смысле нежелание публичности процесса их деятельности вызывает у нас, собственно говоря, вопросы причин такой позиции. Буквально на прошлой неделе ваш коллега по рабочей группе Константин Сичихин рассказал такую интересную историю про улицу Деринзяева, которую в городе администрации сказали, ну, сегодня будем ночью ремонтировать улицу Деринзяева без указания конкретного места. Константин говорит, что они самостоятельно с еще одним активистом, с членом рабочей группы, Багиром Шарифовым, поехали искать, нашли все-таки этот участок на улице Деринзяева, где они ремонтируют. Ну, и там была масса претензий. И плохая проливка битумом, плохая очистка этих ям. Ну, и все это увенчалось доставкой холодного асфальта. С большой задержкой. Да, у нас на самом деле накапливается уже достаточно серьезный объем вопросов, которые связаны с осуществлением работ по ремонту. Мы достаточно серьезно уже там погрузились в тему и уже разбираемся в различиях между текущим содержанием, ремонтом, технологиями укладки асфальта и проведения ремонтных работ. Мы сейчас как раз готовим промежуточный, так скажем, отчет о нашей работе, который будем рассматривать завтра на рабочей группе, утвердим и направим, собственно говоря, и заказчикам, и исполнителям работ. В период с 1 по 17 июля, сейчас мы готовим этот отчет, порядка 20 в общей сложности выездов членов рабочей группы на места были. Выявляются уже и системные нарушения. Причем мы, как и, собственно говоря, рассказывал я и коллеги мои раньше в эфире, рассматриваем всю совокупность действий, связанных с реализацией этих работ, начиная от конкурсной документации, собственно говоря, формулировок, которые в нее включены, ну и заканчиваться это будет контролем над исполнением гарантийных обязательств. Ну, в частности, могу сказать, если переходить уже к деталям, мы достаточно серьезно изучили, например, вопрос ограждения, обеспечения безопасности и организации движения на участках ремонта работ. Мы видим, что, собственно говоря, подрядные организации эти требования, достаточно четко сформулированные в нормативной документации, не выполняются. Сама подрядная организация, как правило, на это жалуется, на то, что там не могут перекрыть дороги, люди ездят по вновь ложному асфальту, по подготовленному, но на самом деле все это входит в их полномочия, более того, является их обязанностью. Мы обращаем на это внимание, то есть на то, что не устанавливаются зачастую временные дорожные знаки, не регулируется движение, не ограничивается. Но при этом хочу сказать, что мы видим на самом деле те изменения, которые происходят при проведении работ с началом вот этой нашей процедуры общественного контроля. Давайте об этих изменениях поговорим чуть ли после рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке АО «Коммерческий банк Хлынов». Финансовые, государственные, муниципальные услуги. Окна МФЦ. Один банк. Все услуги для бизнеса. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна, Владимир Сметанин. Сегодня у нас в гостях Андрей Усенко, руководитель региональной группы общественного контроля за ремонтом дорожного покрытия, вице-президент Весской торгово-промышленной палаты. На самом деле вы, наш слушатель, можете присоединяться к нашей беседе. 211-101. Что вы видите на наших дорогах? На ваш взгляд? Как дорожники наши работают? 211-101 и номер для СМС 8909-720-101 и 0. Вы начали говорить про положительные изменения. Положительные-то что есть? Да, давайте так. Я, наверное, все-таки начну с того, что перечислю коротко основные наши претензии и, собственно говоря, вопросы, которые мы выявили в рамках проведения процедуры общественного контроля. Кстати, давайте напомним, сколько уже времени существует процедуры этого контроля. Мы ведем отсчет, собственно говоря, деятельности с 1 июня. Три недели, получается. Да, то есть, вот как я и сказал, то есть, период с 1 по 17 июня нами было произведено членами рабочей группы 25 выездов. Из них 23 на ремонтные работы, осуществляемые в городе, 2 выезда на областные дороги. Вот основные, собственно говоря, недостатки и нарушения, которые мы выявляем по пунктам. Первое – это неполноценное обеспечение требований по ограждению в соответствии с нормативно-правовой документацией, ограждению мест проведения работы и организации движения. Почему это не выполняется? Ну, потому что, как нам кажется, подрядная организация не уделяет этому должного внимания. Они считают, что достаточно поставить один знак ремонтной работы, не надо ограничивать этот участок фешками, какими-то блоками, еще чем-то. То есть они не придают значения этому моменту. Хотя, когда мы начали разбираться, оказывается, должна быть, на самом деле, схема ограничения движения, она должна находиться на месте. Я сейчас скажу там еще отдельно о документах. Ну, вот это первый наш, собственно говоря, недостаток, который мы выявили. То есть не принимаются должным образом меры по ограждению мест проведения работы. Подождите, госавтоинспекция, по-моему, тут может предъявить претензии в этом случае? Госавтоинспекция может и должна предъявлять такие претензии. И, собственно говоря, эти предписания выписываются регулярно. Но, смотрите, здесь какая интересная вещь. Мы в рамках работы рабочей группы тоже очень серьезно этим вопросом занимались и, собственно говоря, определялись по нему. Дело в том, что если мы сейчас начнем фиксировать все нарушения и по каждому из них добиваться предписания ГИБДД, мы, собственно говоря, получим массу штрафов в адрес администрации за некачественные или в адрес подрядчика, за несоответствие нормативно-правовым документам. Что это такое? Это получится, что эта организация заплатит штрафы. Эти штрафы, собственно говоря, пойдут ровно из тех денег, которые мы могли бы подвести на дороге. Поэтому мы свои задачи видим там не наказание в данном случае организации подрядной или администрации города за недостатки, а обеспечение выполнения тех требований, которые есть. Наша задача, как группа общественного контроля, собственно говоря, добиться того, чтобы эти требования выполнялись и как раз не налагались штрафы для того, чтобы деньги шли не на штрафы, а на дороги. Второй блок вопросов связан с тем, что на месте производства ремонтных работ зачастую отсутствует, скажем так, инженерно-технический старший персонал. То есть мы приезжаем на проверку, нет ни мастера, есть одни рабочие, они в каком-то самостоятельном режиме действуют, квалификация их тоже вызывает серьезные вопросы. Соответственно, нет ни контроля, ни обеспечения соответствия выполняемых работ, тем требованиям, которые предъявляются в госконтракте. Поэтому мы считаем, так скажем, некий контроль со стороны и исполнителя, и заказчика администрации города явно недостаточно. Это во всех 25 случаях вы обнаружили, что нет никакого? Ну, не во всех, конечно. Иногда мастер или старший персонал на местах присутствует, но зачастую, зачастую, в большинстве случаев, так скажем, работа проводится самостоятельно. То есть мастер перемещается между участками, но не находится старший инженерно-технический персонал на каждом участке. Соответственно, обеспечить качественное выполнение работы, ну, в общем, большой вопрос. И здесь как раз мы, собственно говоря, видим уже третьи выводы, которые мы там делаем. Это, собственно говоря, факты некачественного выполнения. Некачественное фрезерование, либо частичное, либо вообще отсутствующая. Некачественная подготовка поверхности к работе, то есть очистка от пыли, от грязи. Мы были свидетелями того, как асфальт укладывается просто в неподготовленную совершенно яму. Интересная тема с разливом битума. Все мы видим, как ямы и участки дорог поливаются битумом. Причем мы видим даже эволюцию этого процесса буквально на своих глазах. Если наши горожане наверняка видели, как раньше это так поливаются частично края ямы, и там что-то в середине, то потом мы, собственно говоря, пришли к тому, что сейчас мы видим, как это уже такой более-менее равномерной сеткой наносится, и края полностью проливаются. Хотя на самом деле, согласно нормативно-правовой документации, должно осуществляться сплошное покрытие для обеспечения адгезии. Собственно говоря, качественного проведения работы. Но это то, что мы видим, как это меняется уже сейчас. Потому что, если раньше мы и мои коллеги приезжали и видели, что битум просто из чайника как-то там налили и все, если вообще налили, если разогрели, то сейчас мы видим уже такую ровненькую сеточку. Но вот сейчас будем добиваться того, чтобы все-таки наносился он так, как необходимо, то есть ровным слоем. Потому что понятно, что из чайника так это сделать нельзя. Как добиваться? Над душой стоят. Мы действительно стоим над душой. Стоим над душой, задаем вопросы, документируем, фотографируем. Все это выкладывается и на интерактивную карту, и, собственно говоря, сохраняется в нашем архиве. И вот эти промежуточные результаты, которые в том числе я сейчас озвучиваю, которые мы на этой неделе направим, они будут содержать в себе те фото и видеодокументы, которые мы получили на месте проведения работы. Ну и, собственно говоря, там еще один блок вопросов, который у нас возникает. Мы попросили, у нас членом рабочей группы является представитель Львецкого государственного университета, опорного университета. Они подготовили нам некую такую памятку и инструкцию о том, собственно говоря, что надо проверять на месте проведения работ. Она состоит из двух частей. Первая – это та документация, которая должна быть при проведении работы. И это целый перечень документов, которые мы, по идее, должны иметь возможность проверить в месте проведения работы. То есть вы приезжаете, нет мастера, нет человека ответственного, соответственно, с кого спрашивают документы? Нет ни документации, ничего. То есть мы, ну, начиная от простейших вопросов, та же самая схема, да, там ограничения движения, которая должна быть, заканчивая вопросами принципиальными. Накладная на асфальт. То есть там машина вышла с асфальта бетонного завода, пришла на участок проведения работы, у нее должно быть товарно-транспортная накладная или документ, в котором указано время ее выхода, температура выхода асфальта с завода, и при принятии точно так же время прихода и температура поступления для того, чтобы работы были проведены тем асфальтом, который соответствует нормативам. Если этих документов нет, мы не понимаем, в каком состоянии пришел асфальт. Перегретый, холодный, в каком состоянии он был уложен. И мы видели факты того, что асфальт укладывается в ненадлежащем состоянии. Проверить это документом невозможно. Эти документы должны быть на месте. Мы, соответственно, фиксируем факт того, что или они отсутствуют, или нам отказано в их предоставлении. У нас возникает вопрос о том, собственно говоря, какими материалами проводятся работы. Последствия-то какие отсутствия документации этого всего? Последствия отсутствия документации – это отсутствие контроля, в первую очередь, со стороны самого исполнителя. Неизвестно, где простоял этот грузовик, в каком состоянии пришел этот асфальт. Ну, а, собственно говоря, последствия для граждан – это то, что этот асфальт через полгода, что называется, сойдет со снегом. Мы видим, что наше присутствие в местах проведения работ заставляет, что называется, мобилизоваться подрядчика. И, по крайней мере, базовые вещи, которые мы можем проконтролировать визуально, очистка от грязи, от пыли, проливка битумом, уже делать по-другому. Сейчас этап, когда мы проинформировали их о тех документах, которые должны быть при проведении работы. И сейчас мы будем обращать внимание на это. Наличие этих документов – это один из пунктов, да, этой самой памятки, которая разрабатывается? Да, это один из пунктов. Плюс она включает в себя, собственно говоря, определенные, так скажем, инструкции по правильному проведению работ. В этом смысле ВИАДГУ достаточно хорошо поработали, подготовили понятный документ, доступный ни профессионалам, ни специалистам. Мы, исходя из этого документа, собственно говоря, обращаем внимание на те вопросы, которые нас интересуют. Эта памятка будет опубликована на сессе, да? Да, мы сейчас дорабатываем ее, потому что в процессе возникают вопросы, которые требуют уточнения. Но она в любом случае доступна тем, собственно говоря, гражданам, которые заявились в статус общественных инспекторов. Но вот здесь, кстати, вопрос. То есть, несмотря на огромное количество звонков и интереса к этой теме, когда об этом было объявлено, на самом деле, до написания заявления и получения этого статуса дошло очень небольшое количество людей. Давайте уже об этом поподробнее после рекламы небольшой. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке АО «Коммерческий банк Хлынов». Финансовые, государственные, муниципальные услуги. Окна МФЦ. Один банк. Все услуги для бизнеса. Дневной разворот в Кире продолжается. Светлана Удельная, Владимир Сметанин и Андрей Усенко сегодня у нас в гостях. Давайте продолжим про общественный контроль. За ремонтом дорог говорит. Остановились мы на активности, вернее, на звонках и обращениях потенциальных общественных инспекторов. Андрей Леонидович сказал, что на самом-то деле очень немногие попадают в эту сферу. Не то, что попадают, а немногие проходят процесс от некого декларативного желания до деятельности. Как это происходит? Человек звонит, интересуется. Чем он интересуется? В основном люди звонят и рассказывают о том, как все плохо. Когда ты говоришь им, предлагаешь, пожалуйста, становитесь инспекторами, это не требует никаких особых формальностей, никаких обязательств на себя ты не берешь. Ты просто пишешь заявление в общественную палату, мы на рабочей группе это рассматриваем и понимаем, чтобы мы хотя бы просто понимали источник информации, некий для нас. Где-то на этом этапе большинство людей теряется. То есть поругать, покритиковать или сообщить о том, что вот здесь все плохо. Таких звонков очень много. А, например, выехать в 11 вечера в воскресенье или даже в рабочий день на место проведения работ, прочитав перед этим определенный объем документации для того, чтобы понимать, что там должно делаться, начиная от госконтракта, в котором, собственно говоря, записан объем работы, заканчивая той самой инструкцией, о которой я говорил, до этого доходит очень немного. У нас даже среди членов рабочей группы, собственно говоря, ну, наверное, примерно половина вот так активно выезжает. И я там очень благодарен этим ребятам, потому что они в свое личное время, по сути дела, заставляют подрядчиков, исполнителей работ, работать качественно. Всего у вас 13, напомню. Ну, всего у нас 13. А вот активно действующих с точки зрения непосредственного выезда на место, там, порядка 5-6. А эта документация вся человеку потом как-то высылается? Да, конечно, мы это все предоставим. Человек может этим пользоваться. Она не представляет из себя какой-то там... Собственно говоря, и госконтракты, и гостайны не представляют. Они все в открытом доступе есть, просто надо постараться их найти. У нас этим помогает заняться аппарат. То есть, когда мы... Процедура, собственно говоря, там сейчас какая, у нас днем сообщают о тех участках работ, на которых планируется выполнение работ нынешним вечером и ночью. А вам, как мы уже поняли, не совсем так прямо это сообщают, где работа будет проводиться. Ну, в большинстве случаев все-таки сообщают. То есть, мы получаем информацию в достаточном объеме. Не всегда мы знаем про все места, но это аргументируется иногда тем, что, собственно говоря, это внеплановые работы, связанные с тем, что перенос с другого времени связан с климатическими условиями, там еще с чем-то. Значит, мы определяемся, кто из нас выезжает на какой участок внутри группы. Нам аппарат общественной палаты готовит информацию о том, какие работы в рамках какого госконтракта проводятся, чтобы мы понимали, что там должно делаться. Ну и, собственно говоря, мы оцениваем, соответственно. По результатам каждого выезда заполняется специальная некая ведомость, в которой указывается там, что было проверено, кто выезжал, какие выявлены недостатки. На основании всех этих ведомостей мы готовим те самые промежуточные отчеты, о которых мы говорили, и будем готовить итоговые. То есть, работа не самая сложная, но вот это как раз то, что называется там, потратить свое личное время с целью сделать жизнь общества лучше. Ну, сколько в итоге этих инспекторов-то набралось? Ну, я сейчас точное количество не скажу, но это там не больше десятка. Не больше десятка. Это буквально вопрос количества в единицах людей. Личный контакт в городадминистрации вы же держите с Вячеславом Симаком в начальном управлении. Да, на постоянном контакте мы с ним находимся. Он же неоднократно просто в последнее время заявлял, что эти все сведения общественного контроля будут приняты. К делу приобщены и так далее. Я думаю, что будут приняты. Мы направляем их и в текущем режиме. Как я сказал, сейчас первый промежуточный отчет готовится на этой неделе. Он уйдет в администрацию города. Ну, собственно говоря, посмотрим на результаты того, как они будут приняты. Ну и какой реакции это ожидается? Мы ожидаем и оперативной реакции с точки зрения качества проведения работы. То, на что мы обращали внимание. То, что я говорил там по проливке, очистке, по съездам, например. Мы столкнулись с ситуацией, когда там заливается участок дороги асфальтом, а съезды и выезды с него никоим образом не обрабатываются. В результате получаются там достаточно серьезные ступеньки, что называется. И, с одной стороны, хорошо, что сделали этот участок, с другой стороны, пользоваться им сложно, потому что въезд и съезд с него там не обработан. Мы видим, что сейчас, после того, как мы обратили на это внимание, отношение к этому меняется. Это первый такой блок оперативного реагирования с точки зрения самого проведения работы. Ну, а второй блок – это то, на что мы обращаем внимание в нормативно-правовой документации, в документации госзаказов, госконтрактов. Вот, например, если говорить о теме… О чем будет речь? О суммах? А вообще там много вопросов. Если мы возьмем, например, тему ямочного ремонта, так называемого, да, хотя такого термина в дорожных работах нет, есть термин «текущее содержание». Вот в чем разница между ремонтом и текущим содержанием? Когда осуществляется ремонт, у него возникает гарантийное обязательство. Большинство дорог, которые сейчас улицы у нас в городе делают сплошным методом, что называется, это ремонт. Если ведется работа по отдельному заделыванию ям, где, простите, лепешки, ямочный ремонт, да, это как раз текущее содержание, на которое, а, не распространяются гарантийные обязательства, и, б, что самое интересное, с чем мы столкнулись, никто не определяет, вообще непонятно, собственно говоря, объем работ и места работ, вот где это будет проводиться. Словно говоря, есть госконтракт, в котором сказано, текущее содержание там пяти улиц. И дальше, как нам, как мы понимаем, работа проводится следующим образом. Словно говоря, там, заказчик звонит исполнителю и говорит, так, поезжайте туда, заделайте там столько-то, вот там вот ямы. Заделайте столько ям, насколько у вас хватит материала? Вообще непонятно. То есть, вот, поезжайте, заделайте ямы. В результате получаем, что неизвестно, собственно говоря, не спланировано изначально, что будет на этом участке дороги проводиться. Подрядчик может приехать, заделать пять ям, сказать, асфальт кончился, все. А может приехать, заделать десять ям, сказать, а я израсходовал больше, чем надо было. И у него будут вынуждены это принять, потому что изначально при определении, то есть, при проведении процедуры в госконтракте не заложена необходимость предварительного определения объема работы. То есть, такая цель была достаточно размытая, получается. Да, более того, в госконтракте, опять же, там, по текущему содержанию есть интересные формулировки. То есть, где-то объем работы измеряется в площади, то есть, в квадратных метрах. Надо в рамках текущего содержания обеспечить ремонт 5000 квадратных метров. И тут же в этом госконтракте идет пункт о том, что надо в рамках текущего содержания обеспечить заделку ям в объеме 100 тонн асфальта. И вот, что называется, как посчитать? Не стыкуется. Тут в квадратных метрах считают, а тут в тоннах считают. Вот как считать? Поэтому одним из наших, по крайней мере, серьезных и основных выводов в отношении вот такого вида работ будет необходимость предварительного определения и согласования между заказчиком и подрядчиком, условно говоря, некой схемы проведения работы. Это не значит, что будет составлен документ, в котором будет указана каждая яма, но, по крайней мере, участки работ достаточно короткие 50, 100, 150, 200 метров должны быть определены, что вот на этом участке должны быть проведены работы. Потому что пока в госконтрактах этого нет. И это, конечно же, сейчас не изменить, потому что эти госконтракты уже отторгованы, и работы по ним уже проводятся. Но, как и говорил Дмитрий Александрович, как, собственно говоря, мы там для себя определились, работа по общественному контролю в данной сфере, она не будет, не прекратится 1 сентября, когда закончится основной объем работы. Эта работа станет для общественной палаты постоянной, и не только в этом году системной. Поэтому мы достаточно серьезно при подведении итогов общественного контроля по летнему периоду будем как раз готовить блок предложений относительно изменения в конкурсной документации. Давайте еще раз напомним о том, что на сайте общественной палаты Хировской области есть вся информация, связанная с деятельностью рабочей группы. по контролю за ремонтом дорог, общественной контролю ремонта дорог, так и называется этот баннер на сайте палаты. Информация о ремонте дорог вот есть. Тут таблица, и во многих местах указано размещение заказа, и указана дата. Что это означает, Илья Ильич? Это значит, что сейчас проводятся конкурсные процедуры. То есть сейчас еще далеко не все? На сегодняшний день, на 21 июня, далеко еще не все участки разыграны? Далеко не все работы еще проводятся, потому что, напомню, что, собственно говоря, определенность по выделению федеральных средств, тех самых больших сумм, которые были выделены с федерального уровня, о которых много шло разговоров. Это произошло буквально в мае, но по 44-му закону конкурсные процедуры занимают достаточно продолжительное время, поэтому достаточно большой объем работы еще пока даже не определен подрядчик. Поэтому мы понимаем, что июль и август, а, напомню, по федеральным средствам поставлена задача выполнить работу к 1 сентября, большой объем работ будет проводиться как раз вот в эти два месяца. А вот я сейчас смотрю как раз, и пытаюсь прикинуть в процентном соотношении, где уже разыграно, а где еще не разыграно. Примерно процентов 80 на 20, вот так вот, по моим подсчетам. То есть 80 еще не разыграно. Ну, 80-70 получается. Большое объем средство еще большое, да. Поэтому здесь есть возможность для граждан и присоединиться к этому процессу. Процесс голосования по выбору дорог уже закончился. И в городе Кирове и муниципальных образований. Давайте еще немножко поподробнее. Буквально в воскресенье, да, ведь закончен. В воскресенье по муниципальным образованиям. Мы, конечно, видим, что активность не такая, как в городе. Если в городе у нас проголосовало порядка 4 тысяч человек в общей сложности, то по завершенным данным голосования по ним муниципалитетам там порядка 1600. 1636 в офицерном сообщении говорится. Да, 1600 человек. Мы направили эту информацию в муниципалитеты, для того, чтобы они учли ее при, собственно говоря, определении объемов работ. Но для нас это тоже такая первая практика участия граждан в достаточно серьезном вопросе определения объектов для строительства. Мы видим, что Киров в этом смысле был более активен. Это понятно. Здесь и объем работ большой, и, собственно говоря, информационная доступность этого процесса была гораздо выше. Но сам факт запуска этого механизма, и, как мы и говорили, он продолжит действовать и в дальнейшем. Мы надеемся, что граждане будут более активно в этом участвовать. На муниципалитетах сколько там денег? Ну, там распределялось порядка 75 миллионов. Ой, вернее, 100. 75 это было в властном центре? Да, 75 это было в городе. 125-130, по-моему, распределялось по муниципалитетам. Но мы видим достаточно показательные цифры. То есть, если, условно говоря, там Верхнекамский район, там 63 голоса, но при этом половина из них там как раз за одну из улиц. То есть, мы понимаем, что это там приоритетная улица. Или Вятско-Полянский район. 70 голосов из них, 41 за конкретную улицу. То есть, понятно, что это те самые болевые точки для людей. Мы надеемся, что муниципальные администрации учтут это. Механизм, скажем так, некого принуждения к учету, или, по крайней мере, добиваться того, чтобы это мнение граждан учитывалось в большей степени, мы как раз будем дорабатывать в этом году. Потому что пока для муниципальных администраций это необязательное действие. Но мы будем работать над тем, чтобы они принимали это к сведению. Ну и в районах сейчас тоже стоит вопрос о том, чтобы общественные контролеты, да? Да. Мы бы здесь как раз очень... Включились. Мы обращаемся через СМИ. И здесь я хотел бы воспользоваться возможностью. Мы, понятно, что сейчас основная наша деятельность концентрирована в областном центре. Нам было бы очень важно и с точки зрения качества контроля, и с точки зрения, в первую очередь, качества самих работ, чтобы инициативные, заинтересованные люди в районах выступили нашими помощниками и помогли нам провести качественную процедуру не только в городе Кирове, но и в районах области. Обращаться непосредственно в общественную палату? Общественная палата, сайт, телефон и вся информация есть. Еще пару слов давайте проговорим, что будет завтра в заседании рабочей группы и по ее итогам. Да, мы завтра... Ну, вот готова предварительная справка. Мы ее сейчас как раз там разустроили членом рабочей группы и будем обсуждать. Завтра мы ее должны будем принять. Это предварительные выводы по процедуре проведения общественного контроля, которая будет направлена и в правительство области, и в администрацию города Кирова, и, собственно говоря, исполнителям. Мы будем добиваться там ответа на те замечания и нарушения недостатков, которые мы в ней указали. И реакции на те предложения, которые мы сформулировали. Подводим итоги опроса сейчас. Опрос, да, на сайте хакирова.ру. Слушатели, мы вас спрашивали. Быть общественным контролером, что вам мешает или ничего не мешает на сайте? По-прежнему лизирует ответ. 39% проголосовали за вариант отсутствия веры в успешность контроля. Но, я думаю, чем больше будем об этом говорить, тем больше веры будет. На нашей странице ВКонтакте тоже первое место за непониманием сути этой деятельности. 35%. Вот так вот. Завершаем на этом первый час дневного разворота. Спасибо нашему гостю Андрею Усенко, руководителям региональной группы общественного контроля за ремонтом дорожного покрытия, вице-президент Советской торгово-промышленной палаты. Уходим на новости, тематические программы. И до встречи уже в следующем часе. Субтитры подогнал «Симон»